Диалог духовенства, общества и власти. В регионе проходят рождественские чтения, мероприятия, где ежегодно обсуждаются вопросы нравственного образования и просвещения жителей Ивановской области. Центральная тема в этом году – Великая Победа. Наследие и наследники. В 1941-1945 годах многонациональный советский народ сумел сплотиться и преодолеть сильнейшую армию Европы, освободить весь мир от нацизма. Героизм и самопожертв. Преодоление себя и народное единство. Вот то, чему нам необходимо учиться у поколений дедов и братьев, выигравших величайшую битву в истории. Региональные рождественские чтения проходят в этом году в девятый раз. И всегда это площадка для дискуссий. Место, где можно немного перевести дух и подумать о вечном. На что в будничной суете, как правило, не хватает ни времени, ни сил. Слушайтесь. Наследие Победы и ее наследники. Эти два исторически связанных в языковой парадигме слова в смысловом контексте сегодняшнего дня, оказывается, могут быть и разделены. Все мы, живущие после 9 мая 1945 года, наследуем Великую Победу по факту. Но наследуем ли мы ее по духу? Ведь наследие Победы – это тот духовный посыл, который ее наследники могут и, по сути, должны воспринять. А если нет? От кого и от чего зависит, что вы восприняли, не растеряли? Региональный этап всегда проходит в преддверии международных рождественских чтений в Москве. Состоятся они в январе под председательством патриарха Кирилла. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова.